В эфире Большой Ежедневник Юрия Пронько Сейчас находится под серебряным дождем В студии прямого эфира У нас замечательный повод Это выставка, которая до 9 мая Проходит в Московском музее современного искусства На Тверском бульваре Одноэтажная Америка основана на реальных событиях Так она называется Роман Либеров Режиссер, кинорежиссер, автор замечательных фильмов Рома, доброе утро Доброе утро, внимание, выставка проходит Так, 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 Рома Подождите, мы переориентируемся Наверное, давайте попробуем взять микрофон В таком случае, да Можно посмотреть все на нашем сайте Все, что идет А сейчас, подождите, подождите Так слышно? Да, неплохо, неплохо, неплохо Итак, внимание, выставка работает Внимание, выставка работает до 22 мая Она продлена Московским музеем современного искусства Тверской бульвар, дом 9 Потому что потом повторить этот адрес возможности не будет Я сразу Где Иван? Где Иван? Вот за эти наши подскочки Но обрати внимание, что выставка только открылась и уже продлена Что, в общем-то, приятно, как мне кажется, для автора и куратора этой выставки Романа Либерова И у нас еще один гость Петр Мансилья Круз, директор музея Булгакова Ну, как сказал Рома Доброе утро, здравствуйте Как сказал Роман, движители Движители всей выставки Что-то вроде того Мы вновь убьем рекорды в этом рейтинге По фьючерсам, деривативам и движителям Оказывается, средства массовой информации попадают в некий рейтинг Какое количество неправильных русских слов говорят ведущие Какое количество движителей появляется в учениках? Деривативам там очень неплохо рванули вверх Потому что тоже это слово странное Мне кажется, это почетно Вообще, правду говоря, Петя, который Петя Мансилья Круз Это действительно движитель Я не знаю, правильно это слово или неправильно Если оно вообще в русском языке Оно, безусловно, есть Два с половиной года я тревожил самых разных людей И самых разных директоров разных музеев наших московских И многие многое обещали А Петя ничего не обещал, но сделал Да, тут надо пояснить, что раз уж мы выступаем в жанре Кукушка хвалит петуха любимым парном То я хотел сказать, что, конечно же, выставку придумал Рома И, наверное, Рома расскажет о предыстории всего этого проекта Но потом все вышло так, что действительно мы с Ромой придумали, как это сделать И дальше нашли замечательного партнера под названием Музей современного искусства С площадкой Тверском 9, которая нам очень подошла для нашего замысла И вот именно там сейчас работает выставка Собственно, все развернули Да, я, собственно, конструирую фразы таким образом Чтобы как можно чаще повторять адрес Тверской бульвар 9 Господа, я вам обещаю, мы в конце эфира еще раз напомним Ром, что за идея? Как она к тебе пришла в голову? Что за мысли? Сейчас расскажу, а прежде я не могу не вспомнить Петра Наумыча Фоменко Который, происходящее здесь и сейчас, называл клубом взаимного восхищения Значит, история развивалась следующим образом Так как основная сфера нашей деятельности – это сочинение кино Мы сочиняли фильм в 2008-2009 годах о Юрии Олеши Грандиозная фигура южно-русской литературы Выдающийся представитель русского языка На мой взгляд, роман «Зависть» – один из важнейших романов XX века И тогда Варвара Викторовна Шкловская, Елена Борисовна Левина То есть дети той эпохи, сыновья и дочери той эпохи Рассказали мне о существовании Александра Ильиничной Ильфа Родной дочери Ильфа И ты всегда, когда сталкиваешься с тем, что было для тебя литературой А становится жизнью Ты немножко сбиваешься с курс Ты не понимаешь, стоп, я это все читал Это что, все еще и живет? И действительно, я пришел и познакомился с Александр Ильиничной Ильф Мы крепко подружились И я увидел своими глазами существование Не где-то в iCloud, а в реальности гигантского семейного архива То есть вот все, что можно было себе представить Каждая открыточка, каждое письмо, направленное из Одессы или в Одессу Свои барышни, тогда еще не жене Маруси Вот я пошел на телеграф, а он уже в 23-м году переехал, скажем, в Москву Из того самого телеграфа, который сейчас закрыт лесами На Мясницкой, замечательный Он отправляет, на последний он пишет 5 копеек Уже не могу отправить заказное письмо Отправляю обычное и так далее, и так далее А потом вдруг, то есть я все это стал наблюдать И, конечно, у меня закралось... Не закралось, это просто вошло в меня желание сочинить кино И прошло несколько времени, прежде чем мы сочинили большой фильм Который так и назывался «Ильфы Петров» За главными буквами в одно слово, где Ильфу сыграл Маковецкий А его жену, например, Полина Агуреева Катаева сыграл Михаил Ефремов и так далее, и так далее Для чего был извлечен гигантский американский архив? Потому что треть фильма посвящена путешествию по Соединенным Штатам Нам пришлось съемочной группой в точности повторить тот же самый маршрут От океана до океана И это серьезно мотивировало Александру Ильиничну Она была пожилой, но дело не в том, что она была пожилой Ее мучил тот факт, что она живет дольше своей собственной мамы То есть ее это гнило на самом деле Угнетало Сложно сказать, это психологический момент Да, она была дочерью своего отца Чрезвычайно наполненной достоинством И да, она очень переживала, что она старше своей собственной мамы Но работа над фильмом Ильфа Петров серьезнейшим образом держала ее, знаете, на облаке Немножко И она дождалась премьеры У нас была потрясающая закрытая вечеринка дефис-просмотра Когда в зале собрались потомки Катаевых, Петровых и Ильфов Но это было удивительно Для меня это, вы понимаете, да? Это год какой? Это был 2013 год, 7 сентября была премьера Ну, Юра, вы поймете Вы с детства каждую реплику Ильфа и Петрова можете продолжить При этом, например, я поймал себя на том, что, скажем, в возрасте 25 лет Я понятия не имел, как выглядел Ильф и как выглядел Петров И кто они вообще такие? Откуда взялись эти романы «12 ульфа и золотой теленок» И почему все реплики разошлись на крылатые фразы? Это, конечно, удивительная история про русских писателей И про русских писателей 20 века Среди них есть не просто знаменитые, не просто входящие в школьную программу Но и, собственно, те люди, которых обычно называют культовые персонажи То есть любимые, действительно, искренне любимые молодыми людьми Молодыми читателями, мифологизированные Да и не только молодыми Авторы всех книг, которые читали все, которые становятся культурным кодом Которые все узнают И, конечно, к ним относятся и Ильфа Петров, и Булгаков, которым мы занимаемся чаще И удивительно, вот к тому, что сейчас говорил Рома Удивительно, что никто никогда не делал ничего для популяризации творчества этих писателей Кроме того, чтобы повесить немножко странно выглядящие портреты в школьном классе литературы И именно поэтому, вот кого повесили в школьном классе литературы А почему не продвигали, вот на ваш взгляд? Ну, почему не продвигали Булгакова, это отдельный, долгий, интересный сюжет С Ильфом Петровым случилась похожая история Потому что Ильф и Петров, в общем-то, были фактически запрещены Но вопрос, когда мы говорим, почему не продвигали Ты какие годы имеешь в виду в школе? Ну, в моем детстве точно не продвигали Не продвигали Да, были фильмы, отсняты 80-е были фильмы Был замечательный фильм с Андреем Мироновым, 12 лев То есть мы о реперно знали, но про одноэтажную Америку я ничего не знал И почему мы, собственно, почему я берусь сравнивать эти истории Ильфа и Петрова и Булгакова Потому что вот только что Рома называл фамилии Катаева, Олеши Это все люди, которые приехали в Москву в самом начале 20-х годов И это все люди, которые работали вместе Это все, значит, четвертая полоса газеты «Гудок», которая называлась, как мы все время вспоминаем, «Сопли и вопли» на их собственном жаргоне Это все филитонисты, молодые журналисты, молодые писатели, которые приехали в Москву для того, чтобы заниматься этим ремеслом И они дружили, они работали вместе, это был один круг Именно поэтому для нас, то есть в первую очередь, поэтому для нас очень важно было, как для музея Булгакова взяться за проект, связанный с наследием Ильфа, с архивом Ильфа Для музея Булгакова это очень важный человек И вторая причина заключается в том, что Илья Ильф, помимо прочего, был еще и очень близким другом Михаила Булгакова И он очень помогал Булгаковым в трудные годы, когда Булгаков оказался фактически под запретом И когда при жизни его, в общем, изо всех сил закапывали и засовывали под сукно и в какой-то самый глубокий ящик Не давали ничего ставить, не давали печатать Знакомая, к сожалению, нам всем история про организованную травлю в прессе, да, вот эта советская критика Когда сам Булгаков пишет, я посчитал, сколько выходило статей обо мне, сколько было рецензий, публикаций о моих произведениях И посчитал, сколько из них было положительных, а сколько отрицательных Я сразу вспоминаю вот другого персонажа, то, о чем сделал Рому великолепнейший фильм «Сохрани мою любовь навсегда» — это может быть штамм жизни — Прости, но смысл-то твоей картины, он просто потрясающий — Спасибо, спасибо, продолжаю эту историю, если позволите, с Александрой Ильиничной, которая чрезвычайно важна И вот когда мы закончили работу над фильмом Ильфа Петрова, и все состоялось Александра Ильинична довольно скоро, то есть совсем скоро умерла И вот прошло два с половиной года, и все эти два с половиной года я продолжаю заданный ею вектор То есть как бы у меня нет выхода, мы должны это делать И выставка является прямым продолжением фильма, для которого весь этот архив Ну знаете, например, в последние месяцы мы даже купили ей сканер Чтобы она, потому что весь этот архив, письма, открытки американские Ильф отправлял письмо и открытку жене домой в Москву каждый день Все это нужно было... Пока они путешествовали, каждый день открытка Да, каждый день, телеграммы реже, потому что это было очень дорого В основном о событиях дня или... И, ну, тут совпал писатель и человек Во-первых, это довольно тонкие наблюдения, они перекочевали, вы можете это видеть на выставке Просто своими глазами, они перекочевали в книгу Все те наблюдения, которые он совершил Ну, на заводах Форда он, например, пишет о торжестве техники и полном упадке человека Рома, подожди, а сколько на тот момент было Александре? Александра Ильинична родилась 21 марта 35-го года Ей было полгодика Так, то есть тогда, я представляю, это должно звучать следующим образом Милая Сашенька, я сегодня попала на завод... Нет, ну, письма адресованы жене Все, тогда я поняла Письма адресованы жене Маруси Мне очень нравится вот эта форма детских писем каких-то, когда папа действительно обращается к очень маленькому там ребенку Поэтому я спросила Ну, Сашенька тогда не могла читать Нет, он обращался к жене Слушай, а я читал эти вот письма, то ли у меня издание, или прям непосредственно в одноэтажной Америке есть цитаты Я вот сейчас ты рассказываешь, да, я вспоминаю, я это читал, эту переписку Юра, ситуация следующая, переписка эта никогда не была опубликована Но, когда издательство «Текст» выпустили одноэтажную Америку несколько лет назад Там в конце, после одноэтажной Америки, есть некоторое количество писем Вот, Ром, наверное, вот этот экземпляр этого издательства у меня есть Потому что ты рассказываешь, я вспоминаю это сразу Да, нет, а у нас представлен весь корпус писем Мы не можем их развернуть так, чтобы прочесть их со всех сторон Но мы начали работу над огромным альбомом Это впервые будет издано репринтом и фоксимиле Все письма и все ответы и все открытки и все артефакты Мы уже нашли издательство с Петей Опять же, Петя выступает движителем И мы выпустим Это будет совершенно грандиозная история Потому что написана, во-первых, другая одноэтажная Америка Во-вторых, там больше боли отдельного сердца Отдельно бьющегося сердца, понимаете, тоскующего, наблюдающего, заинтересованного, восторженного и разочарованного Почему так грустно в Нью-Йорке, Ильф пишет Отчего? Так красив Нью-Йорк, но уже с утра заходит солнце Дома так высоки, что кажется, что с самого утра заходит солнце Может быть, поэтому так грустно в Нью-Йорке? Это вот Рома сейчас говорит о сердце, а я все-таки скажу о разуме Потому что на самом деле этот корпус текстов и материалов Этот архив, с которым все работали И который сейчас стал выставкой Который сейчас вот в этом виде можно разглядеть, послушать и посмотреть Это удивительный совершенно материал для ученых наших коллег Для научных сотрудников, которым посчастливилось работать с этим архивом Это тот случай, когда вы читаете книгу и вы задаетесь вопросом иногда Где здесь правда? Где здесь кусочек вымысла? Где здесь какая-то литературная обработка? Из чего это взялось? Из какого ссора вырос вот этот конкретный текст? И здесь потрясающая возможность посмотреть на то, из чего появилась одноэтажная Америка Впечатления какие-то... Да, абсолютно живые происшествия Это то, что действительно, это ужасно банально говорить, что что-то оживает На самом деле это не оживает в данном случае Это действительно какой-то экстаз ученого, когда ты видишь, из чего это выросло И исторически, конечно, потрясающий любопытный архив Взгляд на Америку, ну, это очень интересно Смотрите, как это происходило в 35-м году Именно в 35-м, 36-м годах, когда Ильф с Петровым путешествовали по Америке А я правильно понимаю, мультимедийная, да, выставка? Потому что вы уже сказали, что и послушать можно Да, ну вот понимаете, все-все пишут что-то такое невнятное Выставка — это жанр, не исследованный сегодня Да, мы кое-что придумали Выглядит это следующим образом Просто, чтобы было понятно Это не скучные листы, лежащие вдоль И ты ходишь между ними Да, лежащие на столах При плохом освещении Где если ты сильно-сильно напряжешься Подсветив себе телефонным фонариком Ты что-то там Нет, ну Я слишком любил Александру Ильиничну, чтобы делать это так Она была бы счастлива Если бы она это увидела Она всю жизнь об этом мечтала Выглядит это следующим образом Во-первых, все наши залы Мы зашли туда, это были просто белые залы Все наши залы расписаны по оригинальным эскизам В стилистике стрит-арта Моими товарищами, художественной группировкой Zoo Club «Зебра убежала куда?» «Зебра улетела куда?» Клуб Это оригинальные эскизы, обыгрывающие мотивы арт-деко Мотивы заката Европы Мотивы встающего Нью-Йорка Все стены без исключения Девять дней круглосуточно Наши ребята сидели там и писали это, смешивали Живые краски Во-вторых, мой школьный друг В смысле, он в школе еще учится Мой младший друг, 17-летний Максим Чумин Взял и всех встреченных Ильфом и Петровым людей в реальности В реальном путешествии Превратил в фигур для комиксов Вместе с художником Наташей Найденовой И создал для них баблы, в которых возникают слова «Сэр, состоите ли вы в анархистской организации?» Спрашивает у нас таможенник При входе в зал Нью-Йорка Понимаете? Дальше Ваня Ургант и Владимир Владимирович Познер Специально приезжали в студию И записали фрагменты из одноэтажной Америки Где они превратились не в ведущих, а в артистов А наш звукорежиссер Саша Трухан Все это превратил с помощью звука в разные атмосферные истории То есть, оказываясь, в Нью-Йорке мы слушаем джаз Оказываясь, на Нормандии мы слышим океаны и так далее И вдоль витрин расположены 23 телефонные трубки Нам чуть-чуть не хватило денег Конечно, мы хотели, чтобы это были оригинальные телефонные трубки От аппаратов 30-х годов Да, я вижу, что должна быть реклама Сейчас, сейчас, договариваю, договариваю В итоге трубки самые простые И вы просто идете, снимаете трубку И слышите, как Ваня по-русски А Владимир Владимирович Познер На прекрасном, старом американском языке Не вот это вот На настоящем, американском языке Зачитывает фрагменты с большой любовью Дальше Это еще не все Видели бы вы Рому после записи Владимира Владимировича Познера Когда Владимир Владимирович читал по-английски Фрагменты одноэтажной Америки Рома был просто в восторге Потому что это правда звучит Рома хотел взять мастер-класса английского Американизма Нет, я учился в Лондоне У меня совсем другой акцент Нет, дело в том, что ты всегда боишься Во-первых, ты, несмотря на то, что по доброте все согласились Мы давно знакомы с Владимиром Владимировичем И с Ваней еще давнее Вот, и все согласились Как бы, ну потому что, может быть, неловко отказаться Владимир Владимирович по любви По известной любви к Ильфу и Петрову Значит, а дальше ты не очень понимаешь Вот, зашли в студию Ничего не видят Ничего не знают Что, над чем вы там полтора года работаете Никто не знает Закрыты И могут, как бы, немножко формально это сделать Да И вдруг Когда, во-первых, я вижу Любовь нельзя сымитировать Она видна всегда Симулировать ее невозможно И вдруг, когда я вижу И ты стараешься, во-первых, настроить на что Ну, все, начали А еще же рядом новости Которые снимают Познера для новостного сюжета Да, и вдруг, когда начали И ты видишь Во-первых, согретый теплом тембр Во-вторых, старание И я просто распахнул двери Забежал к Познеру И начал вокруг него исполнять Вот танец тех индейцев Которых Ильф и Петров встретили в Санта-Фе Серьезно Он не понял, что происходит Я говорю, ура, да Это именно то Он значит, я ошибаюсь Может, у меня что-то не так Да, да, он так подумал Но это есть ощущение То, что в английском языке называется presence Ощущение присутствия То, из чего складывается Большой ведущий Вот Это ровно так А дальше Ну, подобрана масса Наш сокуратор Катя Кузьмина Подобрала массу хроники Америки тех самых лет 35-36 года Вот вам Это видеохроника? Да, да, да Это на стенах прямо Это прямо на граффити Все проецируется Например Моя гордость Добытый Катей Кузьминой Фонограф Эдисона Первый фонограф Который впервые в истории человечества Была записана речь Как известно Эдисон спел туда «Mary had a lamp» Песенку Да, а его сотрудник Который встречал Ильфа и Петрова В этой самой лаборатории Записал речь И эту самую Оловянную ленту Подарил авторам Эта лаборатория Располагалась на заводах Форда Это мемориальная лаборатория Эдисона Там зажглась первая лампочка То есть Та нить Из того металла Вольфрама Которая не стала перегорать А стала отдавать свет То есть Электричество превратилось в свет И так далее И так далее Этот зал у нас называется Дрессированное электричество Наши бедные монтажники Которые на нас Немножко косились И говорят Что вы хотите Они смонтировали Там Не знаю 15 вывесок И у нас в зале Горит все Что должно гореть Стендард ойл Пепсикола Тексико Эссо И так далее И так далее Это все там есть Ну опять же Русская бедная Русская бедная К сожалению Это треть от того Что нам хотелось бы реализовать Но даже это Даже это Помогает нам В общем Совершить главное Хотите смотреть кино Смотрите Вы можете за 20 минут Пройтись И увидеть кино Маленький город Welcome to the biggest little town in America Вы в реальности можете увидеть Вы можете увидеть Нью-Йорк Чикаго Детройт Мы еще построили Маленький кинотеатр Мы построили кинотеатр Там есть Hollywood Это они все говорят Они скромненько Они не уложились в бюджет Очень скромно То есть у нас есть настоящий Голливуд Там хроника Того самого Льва Которого снимали Для заставки Мэтра Голден Майер Ему моют перед этим И так далее И так далее Но Самое главное Что вы можете сделать Это Прочесть сценарий Всей этой отдельно Взятой жизни Это то Что у нас лежит В витринах У нас все это превращено В дорогу С дорожной разметкой С дорожными знаками Ну вместо асфальта Русская бедная Ковролин С разметкой Но И там еще Это все выставляется Впервые Впервые И там еще можно увидеть Оригиналы Добытые из ргали 125 оригинальных фотографий Сделанных Ильфом в путешествии Их было сделано Тысячи У нас на выставке 125 Как происходил Этот жесткий отбор Из тысячи А оставить 125 Слушайте Вот здесь Это На самом деле Очень правильный Интересный вопрос Потому что действительно Фотографий было Огромное количество И больше того В архиве литературы Искусств В ргали Эти фотографии Ну вот Они там хранятся И лежат За что Ргали большое спасибо Они нам их Предоставили на выставку Но Нужно было с этим работать И моя коллега Научный куратор Выставки Мария Котова Занималась этим В общем Почти год И В том числе Это был вопрос Атрибуции Это конечно Самое интересное Всегда для учебного И я помню Очень хорошо Случай С одной из этих фотографий Одна из этих фотографий Которые Ведь Ильф и Петров Отправились в командировку Они были в командировке От газеты Правда Они были горами Да И при этом Еще потом Весной Собственно Как раз 80 лет назад Весной 36 Выходили Их Материал в огоньке И вот для огонька Ильф на своей фотографии Сделал подпись Это и есть Настоящая Америка И понимаете Для людей Которые Пытаются найти Вот эти вот Крупицы золота Эти брошенные Когда-то Ильфом Слова Про Америку Новые Еще не опубликованные Это конечно Очень ценный Кадр Абсолютно обычный кадр Перекресток Заправка Несколько рекламных Плакатов И конечно Нам было очень важно Выяснить Что это такое И выяснилась Забавная Деталь Мы очень долго Буквально с лупой Разглядывали эту фотографию И нашли указатель На котором Было несколько Топонимов И напротив Название Название этих мест Американских Было указание Сколько миль До этого места Мы сели с картой И начали искать Собственно Где та точка Откуда Вот столько миль До Нью-Йорка А столько миль До какой-то Маленькой дыры Пытаясь вычислить Пытаясь вычислить Это место И мы поняли И теперь можем утверждать Это наверняка Что та фотография На которой Ильф написал Это и есть Настоящая Америка Была сделана Вовсе Не в той поездке Долгой Которую они предприняли С Ильфом Петровым От океана до океана А на самом деле Эта фотография Была сделана В тот момент Когда Ильф Поехал к своим родственникам Когда они еще Не отправились в путешествие Они были в Нью-Йорке И он просто Отъехал буквально Наинадолго Всего-навсего 100 миль от Нью-Йорка Хартфорд Это были первые Его впечатления От Америки Еще до того Как они поехали в Долгой Ну первые впечатления Наверняка Это конечно Были небоскребы Манхэттена Которые он увидел С Нормандии Когда они подплывали К городу Но да Наверное Это была первая Глубинка Которую он увидел В каком-то смысле Первая одноэтажная Америка Которую ему удалось Рассматривать Семья Ильфов Семья его отца Все братья Без исключения Остался только его папа Они все Эмигрировали в штаты Еще до революции Вот в этот городок Хартфорд В штате Коннектикут 100 милет Нью-Йорка И они поменяли фамилию Файн Зильберг На Файн Сильвер И до сих пор В Хартфорде Вы можете приехать Живет масса Потомков Файн Сильвер Роман Либер У нас в студии И Петр Мансили Круз Мы говорим Об одноэтажной Америке Основанной на реальных событиях Выставка Которая проходит На Тверской 7 Какая это? Тверской 9 Тверской 9 Московский музей Современного искусства Его самая неизвестная Невостребованная площадка Короче Когда придете на Тверской бульвар Скажете Где тут выставка Ильфа и Петрова Либо иная Вам подскажут Вы слушаете Большой ежедневник Юрия Пранько В эфире Большой ежедневник Юрия Пранько 10 часов 36 минут Мы продолжаем Наше общение С гостями У нас великолепный повод До 22 мая В Московском музее Современного искусства На Тверском бульваре 9 9? Все правильно Уже запомнил Ко второй получасовке Работает Господа Потрясающая выставка Одноэтажная Америка Вот я У меня Самое большое сейчас Желание Это встать и уйти И пойти на эту выставку У нас ажиотаж На меня не поймут Герман спрашивает Не могу найти билеты На выставку Где же их можно купить? Можно просто приходить На выставку Да, просто приходите И все Да, и там будут И билеты И выставка Одновременно Сейчас был любопытный факт Рома, во время рекламы Пока у нас музыка звучала Что Ильф и Петров Попали на премьеру Гершвина Порги и Без В 35-м году В Соединенных Штатах Да, да, да Ну, в общем Это для нас теперь история А тогда это была Просто очередная премьера Ильф довольно смешно Об этом написал В письме Он говорит Музыку написал Еврей Гершвин Декорации делал Судейкин А играют негры В общем Торжество американского искусства Но им очень понравилось Но это же в точку Да, да Он характеризовал это так Полная доброты И магии Сказка Им действительно У Ильфа был Довольно строгий вкус Скажем про Про какого-нибудь Утесова Он говорил Кривляка Или там Про голливудские фильмы Он говорил Ерунда В стиле Гришки Александрова Только так Можно показывать Котам Уткам Курам Белкам А людям Это показывать нельзя И так далее Он был господин строгий Но На Порги и Без Он реагировал С восхищением Ну В общем Это понятно Почему Да Премьера состоялась 10 октября В Нью-Йорке В Бродвейском театре Старом У нас В экспозиции Представлены Совершенно уникальные Энспонаты Собственно из архива Самого Судейкина Замечательного Нашего художника Эмигранта Ну на секундочку Судейкин Расписывал Бродячую собаку Это говорит Не о художественном Вкусе Бориса Пронина Хозяева Хозяина Бродячей собаки А о том Насколько он был Инкрустирован В русский серебряный век Ром Я хочу вас спросить Ты говорил Про открытки Про телеграммы Где фактически В общем-то Ильф был таким Эксклюзивным Специальным корреспондентом Своей супруги И он вот ей рассказывал В этих посланиях О своих впечатлениях Насколько Эти послания Отличаются Собственно от того Что мы читаем В книге уже Ну тут Тут есть несколько Ты же понимаешь Тут политический момент Да И мог ли он писать Ответ Нет Не мог Наверное ограничения Какие-то были Нет мог В том-то и дело Иначе Понимаете Мы ведь с вами не собираемся И не вспоминаем роман Окей Одного из моих любимых писателей Бориса Пельника Потому что это была неудача Одноэтажная Америка Она потому и стала Кстати выставка называется Одноэтажная Америка Основана на реальных событиях Based on a true story В этом дело Значит Мы потому и обсуждаем Нет разницы Разницы почти нет Это писали свободные люди Там есть минимальное Идеологическое влияние Назовем это Редакторскими правками Необходимыми Для выхода книги в свет Но она написана На удивление свободно Но они не концептуальны Эти правки Нет Они не затрагивают Смыслового совершения Там есть финальная глава Если вы помните В одноэтажной Америке Некоторая Дань эпохи Послушайте Ну господа Это выходило в 37-м году Ну на секундочку А писалось в 36-м Ну на секундочку То есть В фонте эпохи Да-да-да То есть Странно об этом упоминать Вот в таком контексте Но свобода Которая льется оттуда За что потом Книга и страдала Там вполне себе Неприкрытое восхищение Не просто Америкой И американцами Как работающими людьми И всем И плотиной Гувера И американской Горячей и холодной водой И гостини И дороги Это дорога На которой хочется танцевать Все автомобилисты Просто На самом деле Это вопрос очень Интересный И совершенно правильный И мы к этому вопросу Подошли Не на первый месяц Работа над выставкой Потому что И я помню хорошо Как я Даже Мы даже С вами спорили В какой-то момент Помните, Ром Да, что Как все-таки Подавать одноэтажную Америку Как подавать Вот эту разность текстов И правку И искать ли Вот эти Зацензурированные Какие-то места И фрагменты И мы решили Что нет Потому что На самом деле Ильф В письмах Ужасается Состояние рабочих На заводах Форда Не потому что Он Боится Переиллюстрации Или цензуры Он вообще пишет Потому что это прямые Искренние впечатления И в общем-то Да, в этом смысле Он пишет Я Петя Просто вставка Он пишет Например В письме В письме Он пишет Понимаете Дочка Дорогая дочка Он ей пишет Жене Нежик мой Здесь из 75 тысяч Рабочих У 65 нет Никакой квалификации Да-да То есть Не то чтобы Какой-то идеологический Крен Который есть То что увидел То и написал В этом смысле Очень честно Это Весь архив И вся эта выставка На самом деле Рассказывает о том Насколько Удивительным образом В середине 30-х годов Ильфу Петрову Удалось Написать Честную книгу Мне кажется Написать и издать Я бы добавил Мне кажется Что не случайно Все-таки Именно эта книга Об Америке Стала И известной И великой Я прошу прощения А вот Ты как считаешь Сам-то Почему власть-то Пустила это Ой Это Какая цель-то Преследовалась Ведь времена-то Действительно суровые Мягко говоря Суровые Да-да Еще нет вот этого пика Но Кирова уже ухандохали Поэтому в общем Уже все покатилось Смотрите Вот Я не историк И не могу Вот в полной мере Мотивировать все Мне вообще чушь Научный подход Я слушаю только Пульс Отдельного человека Читается это все Между строк Почему вы Почему выпустили Одноэтажную Америку Если говорить с сухими фактами Книгу Как таковую То просто потому Что в Америке Ее должны были Выпустить тоже Дальше Можно окружать Это все Окружать Дантовскими Кругами Скажем Ну чистилища Хотя бы Ну во-первых А что я хотел сказать Я забыл Что я хотел сказать Сейчас подождите 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 Во-первых В 32-м году Возобновились Дипломатические отношения Разорванные Между СССР и США Это героизм Советской дипломатии В общем По всему миру Меня всегда поражает Тот факт Ну Как вам сказать В 18-м году Расстреляли царскую семью Брат Нашего царя Вполне себе Жив В Великобритании Дипотношения Рвутся Потом восстанавливаются Это подвиг Когда Советские дипломаты Во всех странах мира Смогли объяснить Что шайка Палачей Пришедшая к власти На самом деле То-то, то-то и то-то И то-то Заразив левыми Идеями На пол мира Да Например Мистер Адамс И Мистер Адамс Который ехал с ними В реальности Соломон Трон Который ехал с ними По всей Америке Был крайне левых взглядов Электрифицировал Советский Союз И эмигрировал При первом Слезке Маккартизма Из Нью-Йорка И жил в Лондоне Где и умер Именно из-за своих Левых идей Значит, почему это издавали Во-первых Это дипломатическая история Заигрывание Но там же раздиралось Да, мы же начали Дружить с Германией У нас крепкие объятия Гудериан Тренирует Свои навыки Танковых армий У нас В Советском Союзе А потом благополучно Применит их Дойдя до Киева Ну, например И так далее И так далее У нас же Пакт Чуть позже будет подписан И вот А одновременно Америка борется Я вообще знаю Совершенно уникальную историю Описанную Владимиром Липовецким Это правда Если рассказать Это фантастический роман О детях из Владивостока Которые отправились Заблудились И оказались В Соединенных Штатах Америки Со всем этим паромом Потом им Их весь Всем миром Их возвращали В Советский Союз И так далее Да, это реальная история Их Гувер принимал Там Как раз Гувер Который Станет президентом Соединенных Штатов То есть Почему вышло Вот Политические спекуляции Я отбрасываю Есть Есть масса Тех или иных фактов И они сопрягаются Друг с другом А вообще мы слушаем Между строк Мы слушаем Отдельного человека Это как говорит Про 12 стульев Вы знаете что Золотого теленка Никто не собирался издавать Категорически Фадеев написал Это невозможно издать У вас самый симпатичный человек В повести Остап Бендер Он ведь сукин сын Это невозможно было издать Пока Горький Не замолвил слова Луначарский Не написал предисловия И вообще К американскому изданию Которая вышла В переводе Чарльза Маламута Их первого переводчика Которого они и встретили В Нью-Йорке И который Живя в Пасадене У нас есть На выставке Представлен Уникальный Рукой Ильфа Карандашиком Записанный в Пасадене Адрес Чарльза Маламута Который и перевел Одноэтажную Америку Которую впервые И издали В 37-м году Куда не ткнись Всюду клубок истории Всюду бьющаяся жизнь Ровно все-таки Продолжая вопрос Наверное Юре Были ли какие-то моменты Я уже не очень хорошо помню Текст Одноэтажной Америки Были ли какие-то моменты Где Америка Как-то клеймится В конце концов Ну да Безусловно Мы же говорили О рабочих на заводе О правах нега Ну вот Кроме прав негров И рабочих на заводе Великая депрессия в стране Вы не забывайте В Америке же Великая депрессия Массовая безработица Огромная безработица Уолл-стрит В панике Когда ты едешь Через аграрные штаты Как это воспринял Ильф и Петров Смотрите Они находились В определенной ситуации Я не люблю Опять же Политических спекуляций Но Их опекали Определенные люди С ними встречались Левоориентированные Американцы Преимущественно Да Об этом никак Не написано Напрямую Но об этом Надо помнить Но это продолжалось Господа До 80-х годов Выезжающие За границу Были опекаемы Определенными Господами Да И Я хотел добавить Просто про Политический контекст И исторический контекст Потому что это на самом деле Интереснейшая тема И Рузвельт Новый курс Левые Правые Интенции Советской дипломатии Вообще Цель Этой командировки Потому что это все-таки Газета «Правда» Понятно, что это Не случайное действие Но Я хотел сказать важную вещь Что выставка на самом деле Совершенно не об этом Спасибо К счастью Спасибо Потому что мы сейчас Просто действительно Рискуем забраться в эти дебри На самом деле Это очень личная история Это все-таки Очень Это история Конечно же Про Ильфа И про Ильфа и Петрова И про те встречи Которые были у них на пути И тот самый Мистер Адамс Который в одноэтажной Америке Возит Ильфа и Петрова Сэр Сэр Было бы глупо думать Что вы можете узнать Америку сидя в Нью-Йорке Правда, мистер Рилл? Тот самый Соломон Трон Который интереснейший персонаж Вот о нем Разговаривать интересно Интересно говорить О встрече с Хемингуэем Потому что, конечно Это потрясающий фрагмент Когда В письме Ильф Пишет жене Позавчера Встречались с Хемингуэем Он спрашивал Знаем ли мы Кашкина? Почему Хемингуэй Спрашивает Про Кашкина? Пишет Ильф В письме Потом они уже узнают Что Собственно Советский переводчик Кашкин Переводил Вышедшую в 1932 году Книжку Хемингуэя Собственно Отсюда и вопрос Конечно Но просто Это То, что они пишут О Хемингуэе Что это Плотный и здоровый человек Очень мужской Очень мужской Очень мужской Это забавно Вот эти вот впечатления Потому что на самом деле Все-таки Это действительно Это 35-й и 36-й Это такой момент Когда У их Собеседников У их корреспондентов Еще есть Шанс Очаровываться Ими Как советскими Писателями И Это такой момент Когда Ильф и Петров В каком-то смысле Превращаются Сами Персонажей Я не знаю Хемингуэя И Ремарка Потому что Это абсолютно Свободные люди Которые выбирают Абсолютно Не стесненные Никакими обстоятельствами Находясь в США Все-таки Без Ежесуточного контроля Они живут свободно Они могут поехать сюда Могут поехать туда Они думают Не поехать ли На 12 дней На кухню На пароходе Они думают Повернуть ли В этот штат И в этом смысле Эта история Тоже фантастическая Потому что Это история Советских граждан Которые оказались По крайней мере Мне так кажется Когда я читаю Эти тексты Что это история Советских граждан Которые оказались В западной Литературе 20-30-х годов А вот еще Немножко пикантерии Например Мы же дружим Промышленностями В 30-е годы Крепко дружим Замеры у нас Идут только по чушкам Да-да-да Сюда внедряются Автомобильные технологии Прочее-прочее-прочее С Ильфом и Петровым Туда На Нормандии Едет Изобретатель Телетайпа Конструктор Телетайпа Инженер Шорин И делает даже Снимок Ильфа Который у нас есть В экспозиции И сам телетайп Мы притащили Поскольку каждая телеграмма Которая принималась Или отправлялась Она Отправлялась Или принималась С помощью этого самого Телетайпа На этой же Нормандии Через год В начале 36-го года Со всей семьей В Америку отправится Товарищ Микоян И привезет все то Что сегодня называется Советской пищевой промышленностью Все Я помню Дивные воспоминания Микояна Когда он Они задумались Как же назвать То что называется В Америке Сосаджес То есть у наших сосисок Американские корни В том-то и дело И когда ему предлагают Слово Может быть мы назовем Сосиски С мягким знаком Все были фрапированы Это слово Никогда не приживется В Советском Союзе Они всерьез Размышляли О каком-то другом слове Сосиски И так далее И так далее Микоян был очарован бургерами Это Представьте Что происходит в Советском Союзе Фабрика, кухня Прервемся на две минуты Буквально Затем продолжим наше общение В эфире Большой ежедневник Юрия Пронько Девять часов 55 минут Выставка Одноэтажная Америка Основана на реальных событиях Рома Либеров Адрес Адрес Аккуратер Тверской бульвар 9 Юра Мы выучили Смотри И Петр Манселекрус Директор музея Булгакова Который тоже имеет отношение К этой выставке Сейчас у нас в студии Ром Ну я уже понял Что эту выставку Обязательно надо посетить Но наши слушатели Спрашивают Когда будет альбом Все-таки Когда будет книга С фотографиями Для тех Кто не сможет приехать На выставку Но страшно любит эту книгу Одноэтажная Америка Есть вообще дедлайн По выпуску Но мы надеемся Ведь альбом Прежде всего спасибо большое За эти вопросы Да Это вообще все дивно Это же чудо Что мы об этом говорим Обсуждаем Что мы планируем что-то Да Над книгой придется поработать И мы надеемся Успеть к нонфикшн Вот то что состоится Ноябрь-декабрь обычно Это все плавающе Потому что это не просто книга Это огромный Подарочный К сожалению Дорогой альбом На который еще нужно найти средства И так далее И так далее Где все будет буквально Из репринтов И фоксимиле состоять С расшифровкой И прочее Вот мы здесь говорили О цензурных моментах Да Я продолжаю стоять на том Что не стоит обращать внимание Что вот видите Как написано в письме Или в ответном письме И видите Как это теперь написано В книге Одноэтажная Америка Конечно Читатели любят пикантерию Это конечно интересно Но мне не хотелось бы Во-первых Потому что этого не хотелось бы Самому Ильфу и Петрову Просто ну зачем Есть вещи Гораздо интереснее У Маруси прочитать Например такую фразу Как это все интересно Неужели это можно увидеть Понимаешь Я вот читаю твои письма И понимаю Что сочетание Иля Она называла так Илью Ильфа Иля Америка Есть А Маруся Америка Америки нет Проницательная Нелюдимая барышня Совсем молодая Которая сидит с дочерью Полугодовалой Дочь растет Пять месяцев Отец ее не видит Отец вернется Дочери уже почти год Понимаете И уж И уж если о чем-то упоминать То Ну вообще говоря Первая дочь Ильфа И жены Маруся Умерла в месячном возрасте Вот Об этом Почти никто не знает Вот А теперь происходит что-то Что он не может наблюдать Я могу только Вас во-первых поздравить Господа Спасибо Это большое дело Во-вторых Я клятвенно Ром тебе обещаю Я всем семейством Обязательно буду на выставке И обращаюсь уже К слушателям Серебряного дождя Не в качестве там Пиара Продвижения Рекламы И так далее То что Делает Рома Это качество С коллегой С Петром Безусловно Ну просто Фильм про Мандельштама Он у меня в голове Постоянно сидит Я тебе за него благодарен Буду наверное всю жизнь До следующей твоей работы Вот И еще раз напомню До 22 мая В музее Московском музее Современного искусства На Тверском бульваре 9 Проходит Это выставка Одноэтажная Америка Основана на реальных событиях Судя по тому Что Коллеги сегодня рассказали Это достойно Вашего внимания И даже если вы Живете не в Москве Но у вас есть возможность Приехать На выходные На уикенд На пару дней Сейчас это вообще не проблема Билеты дешевые Мне кажется Будешь заниматься Туристическим Культурно-туристическим Туризмом В Москву Надо организовать Этот поток Ну понятно Что скорее всего В лучшем случае Может быть выставка В Петербурге Да Петр окажется Нет почему У нас на самом деле Сейчас есть какие-то Планы Вывести эту выставку Мы еще не знаем Конечно куда Мы совсем недавно Ее открылись Она еще свежа Но мы конечно Будем придумывать Какую-то дальнейшую жизнь Здесь в общем Все в Роминых руках Поскольку Будущее Этого архива И собственно Зависит от Роминых В первую очередь Усилий И я очень надеюсь Что этот процесс Неостановим Потому что К счастью Есть интерес К наследию Ильфа и Петрова А серия принадлежит Об этом сообщит Обязательно Господа Спасибо вам огромное Роман Либеров И Петр Монсилья Круз Были сегодня у нас в гостях Но буквально через выпуск Новостей Мы ожидаем здесь В студии прямого эфира Евгения Водолазкина Автора Нашумевшего романа Лавр Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok